Полковник Хлебников, доложите обстановку. Товарищ полковник. В руках наших врагов правда может быть опасной. Мы должны осторожно выбирать тех, кому ее можно доверить, а кому нет. Готов предстать перед Создателем. Ту правду, что может напугать их, необходимо хранить в тайне ради их же собственного блага. Всему персоналу немедленно покинуть комфорт. Мы оба служили большой лжи, потому что сами себя заставили поверить, что так было нужно. Но теперь я наконец могу взглянуть правде в глаза. Ещё там зелёнку складывали, которую во время рейдов конфисковали. Конфискации, значит. Опа, ёлочка, гори. Или не гори. Опасно, стой. Нашёл. Спасибо, рядовой. Это, наверное, с другой стороны станции. Там, где я вот остановился. Граждане, сохраняйте спокойствие. Сдавайте излишки радиопротектора представителям законной власти. Полгода назад. Помните, наш общий долг объединить усилия для блага всех жителей метро. Помните, перераспределение радиопротектора. Разрешите, товарищ генерал? Слав, не боясь, нечей. И так тошно. Что там на Сибирской вышло? Там закончили. Вот изъятое. Не густо получилось. Плохо, плохо дело. Пятно сплошное. Километров в 500 жарится. Да и потом неизвестно, сколько ехать. Твои ребята карт натащили. Но чистых мест на них не видно. Были надежды на Байкал, но... Пока не нашли, там разгром полный. А насчёт радиации... Фильтры на что? Главное, от пыли защититься. Фильтры. Все вагоны фонят так, что без зелёнки никакие фильтры не помогут. А ещё дети. Ты и сам не один едешь, а с сыном. Так что знаешь, что детям больше надо. Понимаю. А хватит? На всех сразу нет. Сначала вывезем ценных специалистов, подготовим новый подвижной состав, и тогда уже остальных. Так что получается? Будем людей на сорта делить? Кого первыми вывозить? Кого последних? Ты же видишь, что на кону. Наши дети тоже, между прочим. О чём тут вообще говорить? Не ожидал, Слав, не ожидал. О Кирюхе своём вспомни. Я, кстати, не забыл. Поедете с ним в первом эшелоне. Так что не подведи меня. А сейчас не забивай себе голову, отдохни лучше. На проспекте твои ребята и сами управятся. Понял. Опять закурить тянет. Как ты будешь? Конечно, куда, блин? Не откажусь. Времени хватило, чтобы вот эти вот медальки Оском сделать. Давно хорошо откуривание было. Давно. Соскучился. На грязных станциях полно подрывных элементов, сам знаешь. 20 лет агитировали, мол, сбросим антинародный режим и заживём. Ну да, ну да. А теперь считай, дорвались. Именно. Когда станет ясно, что зелёнка всё, а потом насчёт эвакуации поползут слухи. А они поползут. Само собой. Ещё и приврут, понятно. Что начальство хочет сбежать, бросить простых людей. Они такой шанс не упустят. Ну вот, сам всё понимаешь. Будем поддерживать порядок, сколько сможем. Упаси нас, Бог, от настоящего мятежа. Но на Бога надейся, а сам чистя автомат. Готовься, Слав. Время будет сложное. Да, работёнка нас ждёт грязная. Но деваться некуда. Либо мы спасаем кого сможем, либо хаос и всем крышка. Если придётся стрелять, смотри на это, как на войну живых с мертвецами. Каждый бунтовщик и есть такой мертвец. С собой в могилу тащит. Цинично. Зато правда. Но будем надеяться, что до этого не дойдёт. Твои люди к такой работе готовы? Да. У меня случайных нет. Отсеялись все за 20-то лет. А у других? В некоторых я не уверен. Сейчас будем их потихоньку рассредотачивать и разоружать. Рискуешь подлить масло в огонь. А что делать прикажешь, а? Тут куда ни кинь. Это да. Что-то... И правда устал я. Пойду, если ты не против. Конечно. Отдыхай, пока есть такая возможность. Боюсь, не скоро она снова представится. Ислав. Береги себя. Ты тоже, Толя. Зелёнки достали прям всю. Вся, что была. Запасной выход. И походу запасным выходом ещё и придётся воспользоваться. Кругом радиации. И ничего не подходит. Корзунов. Корзунов, блин. Рядовой Корзунов, приготовься. С намёком таким, что бумага, вот она. Вот подписи, вот печати. Что ещё тебе нужно? Ну, а ты ему? Ну, а что я? Ну да, всё верно, товарищ генерал. Спасибо, что приняли, что время уделили. Сами понимаете, всё, что в трудах нажито. Волнуемся. Он до дверей проводил, руку пожал. С уважением, в общем. Размазня. Что я тебе говорила? Чтоб на своём стоял. Этими бумажками лохи скоро будут стены обклеивать. Помяни моё слово. Надо было настоящий документ требовать. Чтоб расписка от генерала самого. Да, та, подпись. Ты же уважаемый человек, Яша. Как ты можешь такое терпеть? Да не было там другого варианта. Он сразу понять дал. Это же видно, как смотрит, как руку жмёт. Если понятно, что нет, просите-то только позориться. Это потому, Яша, что он видит, что ты слабак и прогнуться готов. А надо было на своём стоять. Так, ты сиди, теперь я пойду. Я с него всё, что надо получу, вот увидишь. Должен в этой семье кто-то с яйцами быть. Не позорь меня, всё уже обсудили, всё решено. Всё-таки мама моя точно про тебя говорила. Надо было слушать, но она оборвалась на полусловие. Ну ладно, не буду больше слушать их. Товарищ полковник, как обстановка, сержант? Шумят, товарищ полковник. Ясно. Главное без нервов. Не поддавайтесь на провокации. Да, приготовьтесь, бойцы. Сохраняйте спокойствие. Мужик спокойнее. Ладно, ребята. Обрабатывайте его, а я пошёл. Что-то, давайшь полковник, вот сюда. Перед тогда, как раз тут рядышком. Помнишь? Конечно. Петрович, открой. Слава. Спасибо. За мной. Михаил Петрович, вы знаете, зачем мы здесь? Предлагаю сдать излишки добровольно, иначе будут неприятности. Не могу. Ну не могу я, ты же знаешь, это для внучки. От себя ведь отрывал, по капельке копил. Ничего не могу сделать. Был сигнал об излишках, мы обязаны реагировать. Начинаем обыск. Проверьте там. Ну как же так можно? Я ведь зарплаты откладывал. Всё, честно. Знаю, но порядок есть порядок. Есть, товарищ полковник. Нашёл. Только немного... Разве излишки? Это для внучки. Понимаете? Ага, для внучки. На рынке, небось, спекулируешь. То... Товарищ полковник, вы же знаете. Товарищ полковник, у него точно ещё есть. Надо искать ещё, а то план сорвёт. Хватит. Мы излишки изымаем, а не последнее. Товарищ полковник, мне же рапорт писать. Под мою ответственность. Отнесите в штаб и оформите как положено. Так точно. Прости. Я понимаю, выбора у тебя не было. Спасибо, что оставил немного. Это ты прости. Но насчёт выбора всё верно. Нет его ни у кого. Ну, пойду я. Спасибо. Надеюсь, это не зря было. Хотя. Хватит мне голову морочить. Норма сдачи ваша точно подсчитана. Не с потолка взята. Тут не хватает. Доплачивайте. Письмо. Так, одну я не нашёл. Где я уже просрал одно письмо? Ну, чтоб тебе. Борис, если будут приходить лишенцы с расписками от оскомины, гони их в шею. Да, бумажки официальные. Печати, все дела обязательно компенсировать. Но ты им веришь? Они же всем подряд карманы выворачивают. У меня уже полбара таких сидит. У кого пачку изъяли. У кого две. Я сначала думал в половину номинала эти бумажки принимать. Но потом явился лысый с распиской вообще на две ампулы. В общем, или зелёнка, или пусть гуляет. Понял? А этими бумажками, похоже, разве что задницу можно подтереть. Миша. Ну, командир, ты сам посуди. Где я тебе зелёнку возьму? Вы в народе считай, всё изъяли. Торговля встала. А норма сдачи написана, как будто я в материнале процветаю. Вы меня то поймите, у меня написано. Написано, значит, лейтенант, вынь да положь. На заборе тоже написано. От того, что там написано, зелёнка у меня не появится. Так, своему командирую передай. Товарищ полковник? Вольно, лейтенант. Я думаю, мы должны войти в положение. Понял, товарищ полковник? Можете идти. Есть! Ну, спасибо, Михалыч, выручил. С этим пузом. А то пьётся прям как клещ. Я ему объясняю, а для него не доходит. Хорошо, что есть с пониманием люди. О, здоров. А так как где? Ну, жена твоя. Ээээ, так померла. Как так померла? Так сердце. У неё сердце было. А теперь не стало? Переживала сильно за всякое там. За детей. И что я от него. Ага, грохнул её, гнида. Это же тот, который пьянчуга, блин. Слушай, а ты это займи до конца. Ага, всё ясно. Ещё небось её грохнул. Так, походу мне наверх. Или нет? Вот ты вечно говоришь, что я зря ною, что всё наладится. Что и сейчас наладится. А как же? Тяжело, конечно, но нужно же видеть и светлые стороны. Тихо ты... Вот где? Где? Где ты тут видишь светлые стороны? Говорил я, что этот день настанет. Что зелёнка кончится? Хоть кто-то слушал? Нет, смеялись все. Ну, смейтесь. Ну, в прошлый раз, когда с зелёнкой перебой был, ты тоже кричал, что мы все умрём. Было? Было. И в позапрошлый раз тоже панику разводил, чуть не кругами бегал. И пять лет назад, помнишь? И каждый раз всё решалось. Ну, был, ошибался. Но в главном-то я прав. Вы же не думаете в сырьё, что зелёнка бесконечная, правда? Значит, когда-то выйдет вся. Вот увидят. Ты с такими разговорами поосторожнее. Военное положение всё-таки. Я вообще тебе так скажу. Наверху люди не глупее тебя сидят. У них всё спланировано. Так что выберемся. Всё хорошо будет. Вот увидишь. Да. Ладно, удачу вам. Ну, у них тут жопа полная. Так, ладно, нам... Нас ждут дела. Надо выбить ещё зелёнки, блин. Видел? А то крыша протекла с грязной небось. Или с депо. Думал, мы тут зелёнки купаемся, дебил. Ну, как ты так хочешь? Да. Ладно. Опа. В песочке копаются дети. Здравия желаю, товарищ полковник. Извините за беспорядок. Беженцы всё время прибывают. На грязных станциях совсем плохо. Генерал пока приказал разместить здесь. Потом будем распределять дальше. Понятно. Спасибо, сержант. Да, совсем плохо. Откройте, Оском. Ну, здравствуйте, рядовой. Ух, и устал я сегодня. Что это у нас тут? Кирилл? Ну-ка, рядовой, рассказывай, что случилось. Ничего. Не хочу я больше. Чего не хочешь? Рядовым. Воскомия больше быть не хочу. Так, с этого места подробнее. Я на Сибирской был. Видел, как солдаты с зелёнку у людей отбирали. Один торговец кричал, что они права не имеют. Его побили. Зелёнку всю забрали и ушли. Ну, это уже ни в какие ворота. Я завтра узнаю, кто это сделал, и разберусь. Ты говорил, что Оском защищает людей, а вы у них зелёнку забираете. Почему? Это сложно. С зелёнкой трудно. Поэтому и приходится забирать у тех, у кого зелёнки много, и раздавать тем, кому не хватает. Иначе богатые будут сидеть на своих запасах, а бедные умирать. Разве это будет справедливо? Нет. Конечно, нет. Несправедливо будет. Вот видишь, понятно, что те, у кого забирают, недовольны. Но так нужно, понимаешь? Ну, если бы у меня зелёнку забирали, я бы тоже не радовался. Но теперь понимаю. Вот и хорошо. А эти солдаты вели себя неправильно. Я прослежу, чтобы их наказали. И они пойдут и извинятся. Правильно! Пусть извиняются! Вот и отлично. Кстати, о зелёнке. Давай-ка, брат-храбрец, сделаем тебе укол. Давай. Что-то наш целый этот. Готово. Целую эту? Как её? Колбочку. Аж всю её расходуют. Если всё, это пипец. 50 миллилитров. Лазарь. Что, сейчас упадёт? Да, сделано классно. Так-так-так-так и гильза. Сейчас покажут гильзу. Я уверен, что эта гильза будет. Или это не гильза, а всё же... А, это этот. Обратно вернулись на полгода. Лазарь. Наше время. Баночка. Точно баночка. Написано лазарь. Баночка. Кирилл, это Мельник. Как связь? Приём. Слышу вас, товарищ полковник. Небольшие помехи. Приём. У меня тоже. Я на Сибирской. Тут была последняя линия обороны. Приём. Да, я сам не видел, мне папа рассказывал. А как раз перед тем, как мятежники на последний штурм пошли. Так, сейчас обратно возвращаемся. Три месяца назад. Ну вот это вот. Пить чуга. Пап, тебе точно надо идти? Ты же не отдохнул совсем. Мятежники наступают. Не до отдыха. Мятежники? Скажи, пап, если мы, Оском, защищаем людей, зачем им врать? Ого. Ты повзрослел рядовой, а я и не заметил. Значит, поговорим как взрослые. Нужно ли говорить правду? Конечно. Но жизнь – сложная штука. В руках наших врагов правда может быть опасна. Нужно понимать, кому её можно говорить, а кому нет. Командование видит картину целиком, и поэтому может принимать решения. Иногда неприятные решения. Но так нужно. Командование думает обо всех. А гражданские – только о себе. Поэтому правду, которая может их напугать, приходится скрывать. Но это для их же блага. Понимаю. Но всё-таки страшно так думать. В жизни много страшного. Но я неплохо тебя воспитал. Ты сильный и храбрый. Справишься. Но мне пора. Иди домой. Пока не вернусь, никуда не выходи и никого не впускай. Это приказ. Есть, товарищ полковник! Ресницы в пыли. Сержант, проводите. Есть. Пошли, Кирилл. Ладно. Удачи, папа. Так, затариваемся патронами до самых гланд. Прям, чтоб спина ломилась. Так, есть тут верстачок. Что у меня там? АК. Это с предыдущих, что ли, частей у меня осталось. Так, стабильность хуже. Оооо. Стабильность ещё хуже, но зато, блин, магазин. Стабильность повышается. Магазин. Огромный магазин. Вмещающий до 75 патронов. Более тяжёлый доступный вариант. Наиболее тяжёлый доступный вариант. Да не, лучше такой магазин. Тут 45 патронов. Зато без проблем. А, ну это глушитель. Фигня. Так, так. Так, ИК лазер. Но это ночного видения. Зелёный надо. Так, так, так. А, типа у меня максимум. Хм. Тогда может точно обойму побольше сделать. Под 75. Стабильность теряется очень сильно. Сто перезаряжаться не надо. Ай, ладно, хрен с ним. 75, так 75. Так, всё, ломимся. Куча раненых. Походу, боец уже всё. Не вижу, чтобы он дышал. Товарищ полковник. Прости, Слав. Я знаю, тебе деваться было неку. И если бы я тогда не сказал ничего, они бы не поверили, что всё нашли. Помянец. Ни у меня, ни у тебя выбора не было, Петрович. Тебе тоже удачи. Увидимся на поезде. Спасибо. В наушниках собирает патроны. Да. Да. Генералиссимус уже здесь? Здрасте. Здравия желаю. Товарищ полковник. А, это блин, генералиссимус. Слепой я уже стал. Я только сейчас посмотрел на его эти... Его, это на одежду, блин, и на шапку. И понял, что это не генерал. Да я такой, здравия желаю, генералиссимус. Ну что, стоите, вперёд на позиции. Какая же умора. Так, ладно, собрался. Сейчас меня, а то меня сейчас тут расхреначат. Ух ты ж. Ребята, на поражение верьте. Это углубокие, они гражданские. Так, надо, видать, не пройти. Что у вас? Держись, держись, ребята! Так, патроны. Так, и что мне дальше продвигаться? Карты нет. Ну, логичнее всего, дальше продвигаться. Ай, горю. Огонь! Огонь! Ничего! Огонь! Нам прогресса локопить. Дальше подкрепления подойдут. Вагон залез. Аптечку трать теперь. Значит так, сапёров перебили, но заряд уже заложен. Наша задача добраться до детонатора и хвануть. Ага, я понял, это там тоже писалось в тексте. Лейтенант, я сейчас взрыв машинки, а вы прикройте. Есть! Так, надо было патроны перед этим взять. Внимание! Прикрываем полковника, патронов тяжелеть! Так, точно! Какая-то она, это наш. Ты что б тебе! Мы прикрываем! Давай к детонатору! Да, давай! Где, 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 где? Как обычно, блин, тело сверху падает. Ох уж они любители, кто-то пересмотрелся Властелина колец. И ему явно понравился Гимли. Нормально поджарило чувака. Ух, блин, нормально повстанца-то поджарило. Опа, там живые еще есть. Как он там выжил? Штаб, Хлебников на связи. Штаб слушает. Один заряд не сработал. Черт. Отходите на Сибирскую и держитесь там. Больше надеяться не на кого. Я сдержаться. Конец связи. Ты как боец, вставай. А, ладно. Товарищ полковник, они взорвали ворота. Брут с поверхности. Так и не понял, там не наш. Товарищ полковник, сюда! Давай, давай. Сейчас его ранят еще. Приживайте, я с проходом залью. Подхожу, бак пустой. Че делать-то? Точно не сюда. Ага, вижу-вижу. Где-то слева. Товарищ полковник, отходите на резервную. Давай, давай. Протискивай свою сраку. Держимся тут до последнего. Подкреплений не будет. Или мы их, или они нас. Заджишь, блин. Сколько народу? Откуда столько народу-то? Пулевят! Они пулевят притащили! Перегрев. Да чтоб тебя! Я же там их всех положил! Эда чуть сзади. Да сколько там народу? Как они там выживали-то? Охренеть! Давай, 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 полковник! Бабах! Все, конец. Это конец. Опа! Это шо такое? Подкрепление, что бы? Да, подкрепление. Да могу! Что происходит? Молодец! Газ, сука! Переборку закрывай! Держитесь, товарищ полковник! Фух! Сейчас ему в спину еще выстрелят. Надо положить генералу! Давай! Черт! Какая же задница! Товарищ генерал, наставь! Что? Зачем? Почему? Ту мать вашу он делает. Операция закончена. Исполнители устранены. Готов к вакуации. А, ясно. Ах, ты сволочь! Что значит уехал? Без меня? Что происходит? Обеспечение эвакуации. Эвакуация? Бойцы, гражданские. Ты же их всех убил! Кого теперь эвакуировать? Слав, зеленки осталось только на командование. Понимаешь? Остальные обречены. Агас. Просто, чтобы быстрее. И ты знал. Знал с самого начала. Знал и молчал, сука! А у меня что, был выбор? Да и какая теперь разница? Они уехали. Вот только меня они бросили зря. Петров! Петров! Они уехали. Без нас. Серегу мне дай. Быстро! Как? Погиб? Серега, сынок. Да. Жестко. Значит так, Петров. В большом сейфе РПГ. Бери и бегом на старую развилку там перехватишь. Понял? Выполнять. Ну и... Что теперь? Что хочешь? А я все сделал. Прощай, застрелец. Слава. Жесть. Да. Хлор опасно. А там с РПГ. Ну, всегда так. Хитро. Жопски. Но... С подвывертом. Когда с РПГ. Вот тебя в дом. Главное локомотив повредить и все. Пацан быстро так догадался. Как? Не смотри туда. Прости, что я приказ нарушил. На станции стреляли. Много. Потом затихло. А тебя все нет. Я боялся, что случилось что-то. Пошел тебя искать. Послушай. Я тебе утром рассказывал. Кому можно знать правду, а кому нет. Забудь. Не нам такое решать. Если тебя обманывают, то точно не ради твоего блага. Вот поэтому он и умер. Понимаю, папа. Молодец. А теперь... Идем домой. Да, жесть. Ну что же, спасибо за просмотр. До следующих встреч. Пока. Пока. Продолжение следует...